МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики. Это государственная программа, которая реализуется в Чувашии с начала текущего года. Она разработана в соответствии со стратегией социально-экономического развития Республики и стала продолжением под программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики», государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики. Всего на программу комплексного развития сельских территорий в Республике в этом году выделяется 1,2 миллиарда рублей. И почти 2700 проектов относятся непосредственно в сфере деятельности Министерства Сельхоза Российской Федерации. Особый интерес представляет программа комплексной застройки сельских территорий. В частности, здесь предусмотрено строительство новых учреждений, инфраструктуры, строительство газопроводов, водоотведения, водоочистки и, в частности, непосредственно жилья в сельской местности. Одна из основных задач государственной программы – привлечь население в сельскую местность. Вот один из примеров того, как удалось это сделать. До 2014 года в южной части деревни Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района был пустырь. В рамках реализации проектов по комплексной компактной застройке за четыре года здесь построили современную автомобильную дорогу, сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, и в этом районе началось активное строительство домов. Южная пустынная часть деревни стала современной и благоустроенной территорией, на которой люди хотят жить. На финансирование этого проекта было направлено почти 96 миллионов рублей. Кроме того, по инициативе самих сельчан, при поддержке местного предпринимателя в этом районе построили храм. Здесь были паи деревенские. Ну, их эти паи скупили и отдали под строительство этого поселка, станицы. Люди приезжают сюда, купают участки и строятся. Здесь хорошо, здесь удобно. Транспорт не буксуем нигде. Едем хорошо, машина не пачкается. Освещение ночное есть. Гуляем по вечерам. В рамках реализации проектов по комплексной компактной застройке также удалось благоустроить микрорайон Западный в селе Шигердан Батаревского района. В 2014-2016 годах в составе проекта построены объекты водоснабжения и автомобильная дорога. На указанные цели направлено 65 миллионов рублей. Также жителями Батаревского района активно поддерживается реализация проектов в рамках механизма инициативное бюджетирование. Всего за 2019-2020 годы в рамках инициативного бюджетирования планируется реализовать 55 проектов на сумму 34,5 миллиона рублей за счет средств республиканского бюджета, результатами реализации которых воспользуются более 33 тысяч жителей сельских поселений Батаревского района. Что касается проектов инициативного бюджетирования, то это проекты, которые решают огромный комплекс задач, их большое множество, финансирование на них в республиканском бюджете соответствующе имеется, и это лишь усиливает так называемую комплексную программу развития сельских территорий и компактной застройки сельских территорий. Работа в селе Шигердан есть. В марте этого года Олег Николаев принял участие в открытии сразу двух цехов. Здесь, например, изготавливают халяльную продукцию, мясо закупают у населения, а это уже другой цех, где наладили производство сливочного масла. Руководитель региона тогда отметил, что частные подворья и личные подсобные хозяйства в состоянии обеспечивать предпринимателей качественной продукцией. Поэтому подобную практику необходимо растиражировать и в других муниципалитетах. А в выселке лесной Канажского района сейчас завершается реализация проекта по компактной жилищной застройке. На финансирование проекта в этом году было выделено почти 23 миллиона рублей. Во многом это заслуга главы хучельского сельского поселения Канажского района. Ведь прежде чем получить федеральные средства, необходимо было проделать большую работу по подготовке документов для участия в конкурсном отборе проектов по компактной жилищной застройке. Это разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Очень многое зависит от активности органов местного самоуправления. То есть органы местного управления у нас готовят изначально территорию, которая будет под расширение населенного пункта. И подготавливают документы, которые обосновывают необходимость определенного количества бюджетных денежных средств для вложения в них, для того, чтобы обустроить эти населенные пункты новой инфраструктурой. Органы местного управления участвовали в конкурсном отборе, побеждали. И за буквально за один-два года на территории этих населенных пунктов появлялись дороги, электричество, газ, вода, что очень радует населению. Выселки уже построили автомобильную дорогу протяженностью почти в полтора километра, проложили сети электро- и газоснабжения. Проводим инфраструктуру и выделим земельный участок на следующем многодетном. Проводим по программе семельный участок на многодетном, который имеет трое более детей. И будем развивать сельские территории. А в каком году планируется закончить тут работы? Работы завершим в этом году уже. В 2017 году у нас в семье родился третий ребенок. И по программе предоставления земельного участка после рождения третьего ребенка мы тоже были удостоверены получить земельный участок после рождения третьего ребенка в выселке лесной. И в 2018 году провели электричество к данному земельному участку. А в 2020 году по программе комплексное развитие сельского поселения была проложена дорога. За все время реализации проектов по комплексной компактной застройке в рамках программ развития сельских территорий удалось благоустроить территорию 10 населенных пунктов, что позволило обеспечить инфраструктурой 515 новых жилых домов. Качественная питьевая вода, газоснабжение, водоотведение, создание элементов благоустройства и малых архитектурных форм это очень важно при восприятии селянами своего потенциального места жительства. Задача органов государственной власти Чувашской республики в целом по стране является то, чтобы село было востребовано и комфортным для проживания молодых специалистов прежде всего. Для нас это особый интерес представляет. Деревня Сугайкасы Канашского района буквально месяц назад открыла современная спортивная площадка с прорезиненным покрытием. Ее построили в рамках проекта благоустройства сельских территорий. Идею выдвинул глава Сугайкасинского сельского поселения. При этом 4% от стоимости проекта обеспечено за счет трудового участия населения. Активными жителями деревни велись работы по благоустройству территории. Изначально, когда начинали, мы еще в прошлом году провели первое собрание, обсудили, вроде все хорошо, все люди... Потом настал следующий год, уже все передумали, говорят, что нам ничего не надо. Но все-таки уговорили, на очередном собрании решили, деньги собрали, работы выполнили, но теперь все довольны. Все считают, что не зря делали. Сейчас все довольны. Просто вот такая площадка для деревни, это для нас волшебство, я не знаю. Строительство спортивной площадки обошлось в 2 миллиона 800 тысяч рублей. На 2021 год здесь запланирована установка волейбольной сетки, баскетбольного кольца и фонарей. Так что уже следующим летом можно будет проводить спортивные турниры между командами из разных деревень. Кроме того, в деревне Сугай-Косы в рамках механизма «Инициативное бюджетирование» реализованы еще 26 проектов по обустройству детских спортивных площадок, зону отдыха, ремонту автомобильных дорог, благоустройству мест захоронений. Переезды различные, пруды. Вот тот пруд, его в прошлом году сделали по инициативному бюджетированию. В этом году еще дополнительные переезды, ремонт дорог. По памятнику работы проводили, ремонтные. Возле хоккейной коробки новую хоккейную коробку установили за полтора миллиона. То есть там подготовка к самой площадке. Хоккейную коробку старую снесли, трубы выкопали, различные работы. Кроме этого, место для купания. Мы тоже проезжали, с левой стороны у вас было, когда мы сюда ехали. Место для купания оборудовали там, то есть понтонные мосты, дорожки в бассейне. В рамках мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, также возможна поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел. Например, в 2018 году удалось обновить дом-музей Алексея Кокеля в селе Тарханы Батыревского района. Эта усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. В рамках мероприятий программы по устойчивому развитию сельских территорий направлено более двух миллионов рублей. Деньги на реставрацию также частично собирали жители самого села. Они же подарили музею бронзовую статуэтку художника. В обновленном музее собраны картины мастера, уникальные фотографии. Есть здесь и миниатюрный макет усадьбы Алексея Кокеля. В Тарханах каждый год проводится Кокелевский пленэр. Он привлекает художников не только из других регионов, но и из-за рубежа. Поэтому отреставрированный дом-музей стал отличным подарком для всех. Перед нами стоит задача, если были выделены федеральные денежные средства, чтобы мы их все освоили. Для того, чтобы население было довольным качеством тех построенных объектов инфраструктуры, что на сегодняшний день мы и обеспечиваем. Редактор субтитров А.Семкин